Здравствуйте! В эфире новости в студии Владимир Прищепа. На этой неделе состоятся дополнительные выборы депутата в Государственное собрание Курултай Республики Башкортостан по Кумертаускому избирательному округу номер 15. 13 сентября с 8 до 20 часов горожане смогут отдать свой голос за одного из кандидатов. Сейчас в городе идет активная подготовка к этому событию. Подробности смотрите в нашем первом материале. 9 сентября в город были доставлены более 50 тысяч бюллетеней для голосования. Члены территориальной избирательной комиссии вручную пересчитывают их. Задача непростая, но, как говорят сами члены комиссии, за день должны управиться. Бюллетени напечатаны на трех языках. Русский, башкирский и татарский. Это сделано для удобства избирателей. Так что при желании в день голосования гражданин может попросить бюллетень на родном языке. Сделать свой выбор горожане смогут в это воскресенье. Главное иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его. Избиратель, включенный в список избирателей, получает бюллетень по дополнительным выборам депутата Государственного собрания Куратая Республики Башкортостан по Кумертаускому избирательному округу номер 15, в котором в алфавитном порядке указаны фамилии, имена отчества четырех зарегистрированных кандидатов, год их рождения, место жительства, основное место работы, занимаемое должность или род занятий, а также указания о том, каким избирательным объединением он выдвинут. Голосование проводится путем внесения любого знака в квадрате напротив одного из кандидатов. Если избиратель считает, что при заполнении допустил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Предстоящие выборы для населения – это очередной шанс повлиять на судьбу города и республики. Для этого необходимо прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Я не безразлична к судьбе нашей республики, города и России в целом, потому что каждый депутат, он вносит свою лепту, и, естественно, мы, как я, как и все жители города Кумертау, надеюсь на лучшее будущее. 13 сентября, в единый день голосования, на территории Кумертау своей двери откроют 26 участковых избирательных комиссий. С 8 часов утра горожане смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов. Сейчас же на участковых избирательных комиссиях проводятся подготовительные работы, а также выдаются открепительные удостоверения. На днях здесь будут установлены кабины и урны для голосования. Члены комиссии уточняют списки избирателей, а также принимают просьбы для голосования на дому. По всем интересующим вопросам, касающимся предстоящих выборов, горожане могут обратиться в участковые избирательные комиссии. В эти дни проходят совместные рейды инспекторов налоговой службы и судебных приставов по адресам прописки должников. Цель данной спецоперации – взыскание долгов по имущественному налогу. Наша съемочная группа прошла по некоторым адресам. Здравствуйте, судебные приставы по налогам. У вас имеется задолженность транспортный налог. На исполнении службы судебных приставов по городу Кумертау находятся 1167 исполнительных производств. Общая сумма долга – свыше 30 миллионов рублей. Часть долгов – это неуплаченные имущественные налоги физических лиц. Для взыскания долгов в эти дни проходят совместные рейды судебных приставов исполнителей и инспекторов налоговой службы. Представители закона нанесли визит к тем, кто уклоняется от уплаты налогов. Межрайонная инспекция номер 25 напоминает, что срок уплаты налогов наступает 1 октября 2015 года. Это налог на имущество, земельный налог, транспортный налог. Эти налоги у нас мы будем платить за 2014 год. Те граждане, которые не успели получить уведомления, могут обратиться личному налоговую инспекцию по адресу город Кумертау, Карл Маркса 4А, первый этаж у нас принимает. Также можно через личный кабинет налогоплательщика. Если вы не подключились к личному кабинету, то есть такая возможность тоже обратиться непосредственно лично в налоговый орган, и мы вам выдадим пароль. Оттуда, именно с этого кабинета, вы можете просматривать, за какие объекты вам произведен расчет налога, сроки уплаты, имеется ли у вас задолженность, есть ли переплата. Очень большое количество плательщиков сейчас, на сегодняшний день, именно работает с личным кабинетом. Можно из-за должности узнать, если, допустим, у вас не предоставлена льгота, льготы носят заявительный характер. Хотелось бы обратить внимание, что пенсионеры, значит, если имеется пенсионное удостоверение, они освобождаются от уплаты налога на имущество. Если ветераны труда, то освобождаются они от транспортного налога. Вот это в основном. От инвалидов первой, второй, третьей группы, инвалидов с детства, они освобождаются, естественно, и от транспортного налога, и от налога на имущество. По возникающим вопросам, касающимся уплаты налогов, можно обратиться к специалистам налоговой инспекции во рабочие дни. Также для граждан устраиваются дни открытых дверей. 18 сентября с 8 утра до 8 часов вечера, 19 сентября с 10 до 15 часов. Что касается рейдов, с целью взыскания задолженности к неуплатившим налоги должникам будут продолжены. Кстати, имеющиеся долги можно оплатить на месте. В случае неуплаты задолженности в добровольном порядке судебный пристав исполнитель вправе применить меры принудительного характера, предусмотренные законом. Кумертауский разрез вновь станет местом мотоциклетных баталий. До чемпионата Республики Башкортостан по мотокроссу остается чуть больше недели. В городе проведение соревнований подобного уровня стало доброй традицией. За подготовкой мототрассы к соревнованиям наблюдал наш корреспондент. 19 сентября в Кумертаус состоится чемпионат Республики Башкортостан по мотокроссу. Подготовка мототрассы идет полным ходом. И сейчас у строителей так называемая финишная прямая. Мы готовим трассу для проведения соревнований по мотокроссу. Буквально через одни выходные здесь будет проводиться чемпионат Республики по мотокроссу в шести возрастных категориях. Наши задачи в этом году улучшить качество трассы. Они стоят у нас уже давно такие цели. Благодаря поддержке администрации города Кумертау нам это удается. Мы поставили задачу довести мототрассу до уровня международных соревнований. Чемпионат Республики проводится на данной трассе не в первый раз. Строительство началось три года назад. В этом году были устранены ошибки, что выявились на прошлых соревнованиях. Улучшены элементы и вполне возможно, что именно здесь в скором времени будет проходить чемпионат России. Но при всем при этом не стоит забывать о технике безопасности. Изначально для строительства трассы был сделан проект, в котором учитывались все требования мототрасс. Эта трасса безопасная как для спортсменов, так и для зрителей. До соревнований с каждым днем остается все меньше времени. Работа кипит полным ходом. Напомню, чемпионат Республики Башкортостан пройдет в Кумертау 19 сентября. Александр Новомов, Владимир Кузьмин. Новости. Это была последняя новость выпуска. Я с вами прощаюсь. До встречи.